Здравствуйте! Вас приветствует городская детская библиотека имени Евгения Степановича Коковина. Предлагаю вам почитать сказку «Мы с тобой соседи Криста Кемптера». Жил был один заяц. Звали его Мячик. Он был очень воспитанный и аккуратный. Как-то раз Мячик гулял по лесу и в густой чаще набрел на дом. Вокруг не было ни дыши. Заяц постучал в дверь, но ему никто не ответил. Дом был пустой, там никто не жил. Мячик очень обрадовался. Ну что ж, это очень хороший дом. Пожалуй, я сюда перееду. Он перевез свои вещи, расставил их по местам, все чисто убрал и загрустил. Потому что жить одному – это очень скучно. Он подумал и написал такое объявление «Ищу соседа». На следующее утро раздался громкий стук в дверь. Мячик открыл ее и увидел огромную медведицу. «Привет, заяц! Как тебя зовут?» «Мячик!» «Здравствуйте! Меня зовут Матильда», – сказала она. «Хороший дом». «Маловат, конечно, но мне нравится. Я согласна переехать сюда. Теперь мы с тобой соседи». Мячик смутился. «Вообще-то я думал, что со мной будет жить зверюшка поменьше. Хомячок, например, или черепашка. Хомячок-черепаха?» «Захотала медведица. Тебе нужна компания получше». Она притеснулась в дверь и затопала на второй этаж. Мячик поспешил за ней. «Уж, пожалуйста, потише», – попросил он. «И держите комнату в чистоте. Особенно окно. Вы ведь, наверное, тоже любите, когда окошки в доме чистые». Но медведица ничего не ответила. И вот они стали жить в домике двоем. Только совсем по-разному. У Матильды была целая груда шелковых подушек, потому что она очень любила поспать. Просыпалась медведица поздно, сладко зевала и кричала зайцу. «Эй, Мячик, ты уже встал?» «Привет, Матильда, я давно проснулся», – отвечал заяц. Потом она завтракала в постели, ела бутерброды с медом, потом говорила по телефону с подушкой. Потом она, поворачиваясь на бок, опять сладко зевала и еще немного спала. А Мячик тем временем каждый день вставал ровно в 7 утра. Ел морковку и читал газету. Протирал полы, мыл посуду, смахивал пыль, поливал цветы. А потом сидел в кресле и любовался чистотой и порядком. Как-то раз в пятницу Мячик приготовил морковный торт. Как только вкусный запах поднялся на второй этаж, Матильда спустилась на кухню. «Какой отменный торт!» – закричала она. «И люблю такие!» Она осторожно сняла торт с тарелки и целиком отправила его себе в рот. «Мячик только ахнул. Ты могла бы оставить мне кусочек!» – проворчала он. «А если ты так любишь торт, могла бы его испечь сама!» «Ну зачем?» – удивилась Медведица. «Ты отличный повар, а я отличный едок. Видишь, как у нас все хорошо получается!» Но Заяц так не думал. Он тоже любил вкусно поесть, и особенно морковные тортики. Медведица облизала себе лапы и сказала. «Это лучший морковный торт в нашем лесу. Я тебе потом еще морковку принесу. Испечешь такой же, только чтобы он был размером со стол. Ладно?» «Ну что ж, если тебе так хочется!» Заяц было приятно, конечно, что Медведице понравился торт, но ему было обидно, что Матильда с ним не поделилась. Прошел месяц, Мячик потерял аппетит. Ночью он бродил, покону тебе сна. «Все совсем не так, как я мечтал», — грустно шептал он. «Я думал, что мы будем вместе делать зарядку, прибираться в доме, рассказывать друг другу последние новости, пить чай вечерами. А что случилось вообще на самом деле?» Мячик тяжело вздохнул. «Что же мне делать с моей соседкой?» Она такая неаккуратная, везде роняет крошки, капает медом на пол, и он потом липнет к лапам. Она так громко топает, что пыль сыпается с потолка. «А какое грязное у нее окно! Это вообще ужас!» Матильда не знала, почему мячик такой грустный. «Тебе нужно отдохнуть. Ты в последнее время плохо выглядишь», — сказала она однажды. «Это потому, что ты не умеешь веселиться». Пока она говорила, капля меда с бутерброда упала прямо на вымытый пол. Матильда его не заметила, она прогулотила еду, широко зевнула и сказала, «Пойду отдохну на свежем воздухе». Взяла подушки и отправила спать под дубом возле дома. Вечером, когда мячик уже расстелил постель, раздался сильный стук в дверь. Зад взглянул из комнаты своей. И что же он увидел? По лестнице один за другим поднимались медведи. Раздавались громкие голоса, смех, а потом загремела веселая музыка. Уже это было слишком. Мячик разозлился. «Я хочу спать! Откуда такой шум?» Он решительно поднялся и вошел в комнату к Матильде. «Ах, сколько там было гостей! А как там было весело! Медведи играли на скрипках, на гармошках и даже на трубе!» Зайд сразу забыл, что хотел сказать соседке. «Мячик!» — воскрикнула Матильда. «Наконец-то ты пришел! Знакомься с моими братьями и давай с тобой танцевать!» Она схватила зайца за лапы и загружила его по комнате. И почему-то мячику это очень понравилось. Так весело ему не было никогда в жизни. Он подружился с братьями Матильды, весь вечер смеялся, пел песни и танцевал, пока глаза у него не начали слипаться. И когда счастливый мячик уснул в уголке, Матильда осторожно отнесла его вниз и уложила в постель. «Бедный мячик!» — пробормолтала она. «Как же он устал!» «Конечно, он плохо спит, ведь у него такая жесткая постель!» Она тихонько принесла две подушки, подложила зайцу под голову и бережно укрыла его одеялком. Мячик никогда так крепко и хорошо не спал. Завтра кому с улыбкой вспоминал про вчерашний праздник. «Пусть Матильда не очень аккуратная, но в комнате у нее очень уютно и танцевать не понравилось. Пишу записку». Матильда проснется, придет на кухню и сразу прочитает ее. Он взял карандаш, бумагу и написал. «Дорогая Матильда, вчера было очень весело. Давай еще пригласим в гости твоих братьев. Только пусть они в следующий раз вытирают лапы. С уважением, мячик, можно я оставлю у себя твои подушки?» А после обеда мячик поднялся к Матильде с тряпкой и ведром воды. «Я помогу тебе все убрать, ведь мы же соседи, и боем у нас получится быстрее», – сказал он. «Ты думаешь, тут нужно убираться?» – удивилась медведица. «По-моему, тут очень чисто». «Давай сначала помоем окно, сквозь него уже ничего не видно». Матильда заборчала, но взялась помогать мячку. Вместе они помыли стекло, а потом вытерли пыль, подмели и вымыли пол. Все вокруг заблестело. Только поздно вечером Медведица и Заяц закончили уборку. Матильде очень понравилась чистота в комнате. «Ты только посмотри, мячик, как красиво! И в окно теперь все видно!» «Еще бы теперь, Матильда!» Можно по вечерам смотреть на луну и считать звезды. Медведица и Заяц уселись поудобнее и принялись мечтать, глядя на звездное небо. «Давай больше никогда не ссориться», – предложила Матильда. «Конечно», – согласился мячик, – «ведь мы же соседи, и с тех пор они жили очень дружно, и в их доме никогда не было споров и ссор». Матильда. 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 Субтитры создавал DimaTorzok